Всем привет! С вами Анна, канал LadyBrick, и сегодня у нас будет новый лего-обзор на Monkey Kid. Это реактивный самолет, он очень яркий и большой, и давайте его уже смотреть. Ну а вы подписывайтесь на LadyBrick и ставьте лайки. Поехали! Ну что ж, набор уже собран, здесь 529 деталей, в комплекте идет реактивный самолет, плюс мотоцикл внутри, 4 мини-фигурки, это бык-клонов, мирный житель АИ, Monkey Kid и Red Sun со своим реактивным рюкзачком. Лист наклеек и две инструкции. Сейчас вам быстро покажу инструкцию, то что меня удивило. Это бледно-желтые странички, на каждой странице идет полосочка, и на ней мини-фигурка показывает, сколько осталось строить. Такое я вижу вообще впервые. Может где-то еще встречалось, но мне нигде еще не попадалось. Ну что ж, начнем мы с вами с реактивного самолета, мотоцикла и мини-фигурок. Monkey Kid создан на основе китайских сказаний о царе обезьян. Посмотрите, какой огромный реактивный самолет. Он очень яркий, большой, крепкий, так как здесь присутствуют детали Lego Technic. Очень длинный хвост, за него очень удобно держаться, играть, и он очень многофункционален. Здесь у нас идут две антенны. Очень забавно выглядит, потому что я знаю, что это удочки. Но они очень гармонируют. Здесь у нас две закрылки. Они могут, посмотрите, вот так вот опускаться, подниматься. Это все наклейки. Здесь кабина пилота, и она ничем не защищена. То есть стекла здесь нет. Одно водительское место. Эта кабина может катапультироваться и превращаться в наземный мотоцикл для сражения на земле. Посмотрите, вот этот рычаг. И сейчас я, допустим, на себя его потяну, и вылетит мотоцикл. Очень-очень-очень круто. Давайте посмотрим. Здесь вот у нас есть вот такое отверстие. Мы снова вставляем и снова прокатимся. Блин, очень классно. У меня такое ощущение, что это, знаете, какой-то нерф, что можно с ним бегать и просто катапультировать это все. Очень классный мотоцикл. Мы его рассмотрим позже. Дальше у нас идет, смотрите, на крыльях есть наклейки. Вот здесь две наклейки. И есть дискометы. Вот они, беленькие такие тарелочки. И смотрите, как можем стрелять. То есть вот у нас кнопки есть. Слушайте, ну очень быстро стреляет и резко. Надо, конечно, беречь глаза. Мы снова можем заправить. И так же стрелять можно. Стрелять можно мотоциклом и вот этими тарелочками. Выглядит действительно как нерф. Можно с ним бегать, летать. Ну, для игры, мне кажется, вообще само то и классно. Давайте посмотрим, как сделан двигатель. Он просто огромный, действительно здоровый. Из таких вот желтых деталей сделан обтекатель. Он тоже кажется массивным. Это наклейки, здесь наклейка, здесь, здесь, здесь. Вообще в наборе очень много наклеек. Посмотрите, какие желтые детали. Я такие вообще впервые встречаю. Но это вообще как бы считается ветровое стекло. Но полностью желтое. Вот. И вот эта деталь мне тоже очень она интересна. Обычно здесь все плоское. Здесь вот таких вот нет. Таких вот отверстий. Но как бы здесь есть. И вот так он отцепляется. Давайте снова его зацепим. Это, наверное, всего лишь две детали, которые я встречаю. И впервые мне попадаются. Ну, давай, отцепляйся, пожалуйста. Цепляем. Здесь у нас идут трубы. Трубы. Здесь тоже. Эти могут вообще опускаться, подниматься. Очень плавный переход к соплу. Сопло тоже массивное. Из него выходит такой бледный голубой огонь. Это, кстати, бочечка. Эти двигатели, они идентичны. В сборке, ну, достаточно они такие большие. Но в сборке они, конечно, были легкие. Посмотрите, как они могут вот так вот сгибаться. Когда они полностью сгибаются, самолет становится намного меньше. И когда мы его выправляем, он становится, конечно, больше. И вообще это очень даже похоже, знаете, на штурвал самолета, где можно просто им управлять. Очень здорово. И чтобы он немного длиннее был, у нас есть, па-бам-па-бам, еще продолжение крыльев. Посмотрите, они могут вот так вот опускаться, подниматься. Здесь у нас наклейка Monkey Kid улыбается. Здесь тоже Monkey Kid. В общем, они полностью одинаковые. Что у нас здесь? Под низом у нас идет шасси. Такие вот черные колесики. Они гладкие, пластмассовые. Могут, кстати, маневрировать легко. Посмотрите, как крутится и ездит здорово. И, кстати, эти колеса, из колес идут такие вот желтые конусы прозрачные. Это сопла, я так понимаю, которые может с помощью них самолет вертикально взлетать, либо боком. Вот эти крылья, конечно, они не сгибаются. Они здесь у Lego Technic держат, чтобы было все крепко. Скоростной мотоцикл Monkey Kid. У него очень широкие колеса. Здесь на первом колесе у него бирюзовые красивые диски. Выглядит очень стильно. По бокам идут пушки. Благодаря им мотоцикл не заваливается. Посмотрите, как он ездит. Очень плавно, гладко и может действительно набирать быструю скорость. Дальше у нас с вами руль, который может, посмотрите, подниматься, опускаться. Здесь вот есть наклейки. Очень много наклеек. Эти могут штучки подниматься, опускаться. Тоже наклейка Monkey Kid, улыбается обезьянка Роль. Здесь быкам не место, то есть на нем быку нельзя кататься. Одно водительское место. Здесь тоже пины. Ну, наверное, здесь тоже можно будет посадить кого-то. Наклейка и штырек, чтобы присоединять. К самолету присоединяться. То есть вот у нас есть вот такое отверстие. Мы его вставляем. Иногда вставляется быстро, иногда нет. И снова можем катапультировать. Все. Это реактивный рюкзак RedSana. Он держится на шее. Здесь идут две подставочки, чтобы он не падал. Так можно его устанавливать. На шарнирах у нас двигатели. Они могут в разные стороны крутиться, подниматься. В общем, взлетать как хочет, может. Хоть вертикально, хоть горизонтально, хоть как. Здесь у него идет защита. Такие шипы, рога. В общем, неплохой и интересный двигатель. Также у RedSana идет силовая перчатка, которая может пулять огнем. Вот она вот так снимается. И также вместо огня может быть... Сейчас покажу вам крюк. Вот такой вот цепляется, чтобы схватить посох Монки Кида. То есть он, чтобы мог захватить. Вот так. Раз. И обратно. Не знаю, почему он обычную руку это не может сделать. Обязательно нужно крюком. Вот он все схватил и полетел. Ну что ж, а мы переходим к мини-фигуркам. Первая мини-фигурка Монки Кид. На нем ярко-оранжевая куртка на молнии. Сзади принт улыбающийся Король Обезьян. Очень классно проработаны ноги. У него красные штаны с белыми полосками по бокам. Смотрится как Адидас. Не хватает, правда, одной полосочки. На черных сапогах видны по бокам узоры облаков. И на ремне висит серебряный ключ. На шее классные бирюзовые наушники. У него интересная прическа. На голове красная бандана. И один локон волос свисает. Очень классно смотрится. У него два выражения лица. Первая улыбка с ухмылкой, с широкими бровями. Второе злое. Очень злое. Из аксессуаров у него посох с золотыми рукоятками. И смотрится реально как золото. Следующая мини-фигурка Аи. Она мирный житель. У нее розовая кофта. Кофта подчеркивает грудь. Очень редко встретишь это. И это забавно выглядит. Синие штаны. Длинные черные волосы. Два выражения лица. Первая легкая ухмылка на лице. Большие очки. И даже видны маленькие реснички. Второе выражение лица испуганное. Видна родинка слева на лице. Из аксессуаров у нее классная бордовая сумочка. Обычная мини-фигурка. Ничего особенного, кроме грудей. Следующая мини-фигурка Бэк-Клон. Это злодей. У него интересный торсик. Весь в механической броне. Какие-то трубки. На груди такой же знак, как на медальоне у Ред Сана. Темно-серые ноги без принтов. На голове зловещий шлем с бордовыми рогами. Если снимаем шлем, у него прозрачно-оранжевая голова. Вот интересная голова. Есть прозрачная у мини-фигурок и ноги. Сделали бы еще торсик. Это было бы прикольно для коллекции. Из-за аксессуаров у него огнемет с пламенем. Следующая мини-фигурка Ред Сан. Это злодей-обезьян. Встречается только в этом наборе. На груди у него медальон. Сзади принт. Не знаю, что они обозначают. Может быть огненные шары бегают друг за другом. А может быть и нет. Напишите, если знаете. У него интересная прическа. Волосы убраны в конский хвост. И хвост похож на огненное пламя. Два выражения лица. Первое это серьезный. Брови нахмуренный. Чуть-чуть приспущенные очки. Кстати, очки мне напомнили кота Базилио. Второе выражение лица довольное улыбается во весь рот. Что могу сказать насчет набора. Он большой, яркий, игровой. Кто любит самолеты, вертолеты, нерфы и тому само то идеально подойдет. Он может быть летать, стрелять, ездить, сражаться. Единственный, наверное, недостаток. Это он эксклюзивный. Не везде его можно купить. И цена немного кусается. А так классным можно играть. Ну что ж, на этом видео заканчивается. Спасибо, что досмотрели его до конца. Оставляйте свои комментарии, как набор, как обзор. Купили бы вообще Манки Кит. Поддерживайте лайком. И подписывайтесь на Леди Брик. Здесь будет больше видео, больше приключений. Так что оставайтесь с нами. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok